Субтитры предоставил DimaTorzok Около 15 часов дня водитель ВАЗ 9 модели поворачивал направо, но не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся со встречным автомобилем Ford Focus. От удара иномарку отбросило на автобусную остановку, где в этот момент стоял 11-летний мальчик. Ребенок получил серьезные травмы головы и был госпитализирован в Котовскую центральную городскую больницу. На данный момент, по словам врачей, состояние мальчика оценивается как удовлетворительное. В причинах и деталях аварии сейчас разбираются сотрудники полиции. Известно, что на момент ДТП оба водителя были трезвы. Говорят, что каждый дом похож на человеческую жизнь. Чем интереснее его история, тем глубже содержание. Именно таким зданием является двухэтажное строение на улице Виноградова, где находится городской музей. В эти выходные он отметил свой 110-летний юбилей. Буду вам рассказывать историю нашего здания. Здание музея хранит много тайн и загадок. В начале 20 века это строение открыло свои двери в качестве чайного общества трезвости. Чайный дом вмещал в себя и городской театр, и библиотеку, и даже бильярдный клуб. Это было излюбленное место встречи городской интеллигенции. Чайный дом тесно сотрудничал с обществом трезвости, выполняя задачу просветительского и нравственно-культурного развития местных жителей. Что здесь было? Чайное общество трезвости, народный дом, рабочий клуб имени Ленина, архив Тух и Жемлага, Тарксин, магазины, Котловская контора, Севснавсбыт, Оборонпромснаб, Нарсуд, жилые помещения. С 1978 года в народном доме разместился историко-революционный музей, а в 90-м году он стал краеведческим музеем. Любопытно, что во все времена в народном доме существовали свои требования к посетителям. Не задерживаться после окончания чаепития, не уносить с собой чайные предметы, запрещалась нецензурная брань. Чайные традиции сохранились по сей день. В нынешнем краеведческом музее проводятся чайные посиделки, где гостей знакомят с историей русского чаепития. Хотелось бы сегодня подарить народному дому интересный эксклюзивный вариант. Это первый номер журнала «Пламя», выпущенный в 1937 году. Для посетителей сегодня работает все восемь залов музея. В каждом из них расположились определенные экспозиции, посвященные истории Котласа, его культуре и развитию. Над новой выставкой, приуроченной к юбилею здания, работал весь коллектив музея и ветераны города. Дух и атмосферу былого удалось передать через раритетные предметы интерьера и уникальные документы. Сегодня в Котласе начался муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. В ней участвует почти две тысячи котласских старшеклассников. Испытания Всероссийской олимпиады делятся на несколько этапов. На первом – школьном. Ученики решают олимпиадные задачи непосредственно в своих учебных заведениях. На втором этапе олимпиады проходят среди всех школ муниципалитета. Школьники, набравшие максимальное число баллов, принимают участие в олимпиадах регионального и далее федерального уровней. В Котласе муниципальный этап Всероссийской олимпиады пройдет на базе восьми учебных заведений. В этом году олимпиада состоится по 21 предмету. И в нашем городе участие примут более 1800 учащихся седьмых-одиннадцатых классов. Наибольшее количество участников заявлено на олимпиады по физической культуре, русскому языку, биологии, обществознанию, географии и литературе. Знания ребят будут оценивать порядка 300 педагогов. Кроме них на олимпиадах будут присутствовать общественные наблюдатели. Муниципальный этап закончится 26 ноября. Узнать расписание проведения олимпиад, а также промежуточные итоги можно на сайтах городской администрации, центра дополнительного образования и в группе Котлас ТВ в социальной сети ВКонтакте. Воспитанницы Ксении Лагуновой, руководителя школы танцев «Примадонна», стали призерами международного конкурса «Осеннее преображение», который прошел в Санкт-Петербурге в конце октября. В разных номинациях котласские танцовщицы взяли 4 диплома лауреатов. Один первой степени и три третьей. По возвращению из северной столицы юные балерины активно окунулись в тренировочный процесс. На одном из занятий их и застала наша съемочная группа. После поездки на престижный конкурс в Санкт-Петербург ученицы М-класса стали заниматься с особым рвением, говорит про своих воспитанниц Ксения Лагунова. И это вполне объяснимо, ведь девчонки, многим из которых всего 8 лет, впервые побывали на таком серьезном творческом состязании. И впервые увидели почти полсотни подготовленных хореографических коллективов со всей страны и ближнего зарубежья, за выступлением которых было не только интересно наблюдать, но и, как говорится, мотать на ус их профессиональные навыки. Они очень были сильные, у них была очень большая гибкость, слух хороший. Наши соперники были сильные, улыбчивые, идеи были такие веселые, были красивые идеи. Можно было посмотреть, как делают профессионалы. Поездка на конкурс в Питер для котловских девчонок стала возможной благодаря победе юных примадонн в международном онлайн-конкурсе хореографического искусства «Вдохновение». Их клип с танцем «Воображули» из 560 заявок вошел в число 18 победителей. Мне нравится танец «Воображули», потому что там костюмы красивые, еще потому что он такой, его любят все зрители. Все проходило за один день. 120 номеров было представлено в конкурсный день. Более 50 коллективов, разные страны. Я так сильно волновалась и переживала. У нас был детский танец, эстрадный танец и народный танец. В разных хореографических направлениях воспитанницы Примадонны завоевали 4 диплома лауреатов. Один первой степени и три третьей. Когда я услышала, что мы заняли третье место, я очень была рада за наших девочек, как мы выступили, и за то, что родители нам помогли, и Ксения Сергеевна. Ксения Сергеевна молодец, потому что она придумывает хорошие танцы. Она у нас профессионал. Кстати, Ксения Лагунова тоже была отмечена членами жюри. Она получила гран-при международного конкурса за профессиональную работу с детьми. Я очень рада, что мне именно дали за профессиональную работу, потому что это очень важно, я считаю, для наших детей, тем более для маленьких детей, дать правильные знания и начинать работать с детьми прямо с азов, с азбуки. Ну, чем мы как раз и занимаемся. Помимо конкурса у воспитанниц Ксении Лагуновой была и обширная культурно-познавательная программа, насыщенная мастер-классами. Например, девчонки побывали в Академии танца легендарного балетмейстера Бориса Эйфмана и своими глазами увидели, как танцуют их сверстницы. Сегодня юные балерины полны решимости добиться больших результатов. И такая возможность им представится грядущей зимой. Ведь танцовщицам предстоит выступать в финале международного конкурса «Вдохновение», который пройдет в феврале 2017 года в Екатеринбурге. Сотрудники полиции просят помощи в розыске двух граждан, подозреваемых в правонарушениях. Их лица запечатлели камерой видеонаблюдения. 30 октября, около 16 часов 30 минут, неизвестная девушка совершила кражу в торговом центре столицы. Она похитила две куртки из отдела «Спортмастер». Полиция устанавливает личность злоумышленницы. Если вы узнали эту девушку, звоните по телефону 8-999-09-035-39 или 02. Личность еще одного мужчины устанавливают полицейские. 6 ноября, около 15 часов, в гипермаркете «Магнит» на проспекте Мира, 38, неизвестный мужчина, находясь вместе с девушкой, устроил в магазине громкий скандал, а затем нанес физический ущерб одному из работников магазина. Неизвестная личность находится в розыске. Полиция просит всех, кто узнал хулигана или его спутницу, обратиться по номеру телефона 8-999-09-035-39 или 02. 15 ноября в 14.00 в парке у районной администрации состоится митинг, посвященный открытию памятника участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Приглашаются все желающие. Ну а у меня на этом все. Далее ценные новости и прогноз погоды. Приятного просмотра и до встречи.